друзья приветствуем всех марк фигин сегодня с нами не просто марк фигин человек уже практически осужденный вот да вот поэтому с этого начнем марк добрый вечер как вы себя чувствуете новом до дороги наталья приветствую смотрите да и вы понимаете поскольку я занимался юридической профессии да как говорят адвокат это юридический консультант граждан поэтому как бы с уголовной уголовным так сказать содержанием своей профессии я не обескуражен так что я имел дело с людьми судимыми там под следствием и так далее так что я теперь в их категории нахожусь не вижу большой здесь с точки времени перемены я не живу естественно в россии понятно что они могут любые приговоры привать я кстати убежден что рано или поздно меня судит из-за терроризм не ведут смертную казнь заочные приговорят к смерти казни ну просто это такая система понимаете это вот такой мир и такая система и здесь ничего особо удивительного то нет но если они 12-летним девочкам дают по три года то что поэтому с этой точки зрения нас не должно удивлять то что они там выписывают 11 лет по статье 207.3 часть 2 это распространение дезинформации российской армии у меня два эпизода там три по моему даже эпизода просто вычитали только результивную часть в суде первой инстанции в османном суде сейчас будет собственно говоря обжалование ну это тоже какое-то небольшое время займет они очень торопятся я думаю в сентябре самый максимум может даже в августе уже утвердят приговор засилит его как говорят юристы эпизоды это интервью с рассказом о геноциде в пуче еще больше там ничего в деле нет я естественно все опубликую ну как бы за это дает 11 сейчас нынешней россии так разговор о том что я сейчас слышу что в украине страшные какие-то репрессии диктатура зеленского значит чуть ли не там всем это пожизненно раздает вот пожалуйста ну причем топ моё разумеется преимущество что я не живу в россии потому что меня там убили как навального значит тюрьме и так далее и самое главное что вот важно понять когда разговоры идут а вы возвращаетесь в россии нет 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 вот 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 в такую россию и вот под такие условия мы не вернемся если кто-то да да если кто-то думает что знаете у русских номеру смерть красна вот такой вот ты своим примером что-то докажи покажи не надо ничего не надо показывать доказывать ничего никому не надо нужно делать дело да которое заключается в том чтобы все это вот погубить чтобы вот этого вот всего что сейчас в нынешней россии творится силой насилием неважно все дефиниции вот это все прекратить потому что этот ужас он бесконечный ужас без конца поэтому нет мы так не вернемся чтобы там сесть тюрьму кому-то что доказать какие мы там какая какая-то власть какое-то общество нет 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 нужно возвращаться для того чтобы все это изменить это момент как ленин понимаете ленина я ненавижу и коммунистов это понятно но методология она в общем более-менее правильно сказать революционное действие оно важнее собственно говоря изображение не надо ничего изображать нужно вот на броневек это все остальное не имеет значения никакого потому что пример навального в этом смысле предельно красноречив человек действительно вернулся он доказывал он показывал он был смелым человеком он был бесстрашным человеком ну и что они вопрос взяли убить зачем нам умирать она другое вот поэтому для меня это этап очередной да я и на агент я и значит там прокуратуру вынесла наши меняет гудкова принадлежит недружесть запрещенной организации в связи со съездом когда-то мы там никакого отношения не имели но они там выносят сейчас вот говорят что списке террористов и экстремистов вносят и дело будет по 205 за мое участие в съездах русской оппозиции в Киеве в поддержку добровольцев в русских соединениях все это будет вот важно понять что это будет маховик просто работает когда я вот все время рассказываю о репрессиях в россии я говорю что они носят функциональный характер это как промышленное министерство там там я не знаю как раньше в министерстве промышленности лесохозяйства еще что нибудь они просто должны работать вот это работает он работает молотит и все и как бы ему все равно понимаете молох это же известно там детей кстати младенца приносили в жертву мало кто знает почему вот в карфагене но это вот работает это просто вот функционал такой вот они вот так работают вот это вот происходит поэтому с этой точки зрения ничего не меняется борьба продолжается да значит это действительно другой путь это не попытка ненасильственной демонстрации своей воли своей внутренней силы доказывания народу прежде всего ведь вот поведение когда люди возвращаются кромороза тоже самое сделал и яшин тоже самое сделал дал интервью дудю вернулся в воюющую там уже война шла конец 22 года вернулся в россию кромороза просто сам поехал вот 25 лет и теперь неизвестно что делать у меня с яшином был разговор после он заехал в киев же между да и он бы как раз у меня на интервью я говорю понимаете что если вы вернетесь вас тут же посадят он говорит ну я понимаю но я должен взять на себя это и так далее то есть точно так же как и навальный рассуждал а теперь вот мы видим как это все происходит вы понимаете как он даун смелый человек да он так решил вопрос другом мы что хотим добиться в итоге простой же вопрос уничтожить путинскую власть и все что с ней связано ну и таким образом прекратить войну прекратить насилие и так далее или мы хотим кому-то что-то доказать это же старая психологическая уловка понимаете что доказать кому доказать не надо никому ничего доказать не надо никого переубеждать нужно действовать силой насилием это уже повторяю второй вопрос парк это же охранка любила на понт брать вот слабой типа да слабо приехать понимаете вот хера лысого как у нас говорят нет мы вот в этой башей игры не играем мы вас всю охранку значит на корабль и потопить понимаете вот только так надо действовать противом случае результата не добьешься ничего не будет и приговор в этом смысле красноречивый повод для того чтобы это еще раз обсудить в этой дискуссии поставить точки видите вы не представляете когда навальный вернулся у меня же на моем канале выступали множество либеральных иммигрантов которые говорят а что он правильно сделал вот он своим примером доказал в политику вот так входит вот он фактор вот он сидит а все вокруг только и о нем говорят обрали его убили и сейчас уже говорить не пять месяцев вот исполнилось как его убили уже не так что много говорят хочу но человек уже нет до наследствия осталось люди остались команда осталось но самого-то человека тоже нет понимаете пусть а пусть умирают они нормальные люди даже абсолютно и менять этот мир но вот насчет менять мир смотрите сегодня нью-йорк магазин вышел заголовками а демократы сходят с ума действительно так ли это это во-первых и во-вторых как вы отнеслись к заявлению о том что к заявлению трампа что дэвид вэнс будет его биться и все с этим там выжать просто целый всплеск разговоров на тему все цитируют его антиукраинские так сказать высказывания все говорят ну и собственно говоря он сам там уже много наговорил там что украинская математика не сходится но и прочее прочее что вы думаете об этом ну давайте так даже начиная с покушения на трампа помимо дебатов 27 июня между трампом и байдом можно говорить о том что действительно происходит сейчас на наших глазах еще не произошло но происходит перелом в пользу трампа и все надежды байден в этой ситуации они сейчас связаны либо замена его как кандидата но это призрачный шанс потому что не камала харрис только войдя в компанию либо губернатор калифорнии ньюсом не знаю смогут ли они за три оставшихся небольших месяцев составить серьезную конкуренцию трампу вот подлетевшим на этой волне покушение очень высоко и рейтинги об этом съесть да конечно я уже много раз говорил что это не просто голосование за персоналия байдена или трампа это безусловно и конечно еще и голосование двух америк за магистральный путь развития сказать самих Соединенных Штатов одни так и это ведь другие так и вот они стенка на стенку стоят но я думаю что это неудавшееся покушение во-первых я вот в своих стримах говорил о том что он будет воспринимать это как руку бога как бы послание бога с миссией особой ну трамп вообще к самолюбованию склонен и так далее он все не заявил он так и заявил что да это вот мне бог подарил следующий срок поэтому конечно он сейчас смелее действует глядишь не было покушения может быть он еще и не венса выбрал бы в качестве кандидата а сейчас он может от себя он может любого назначать выбирать команду из кого хочешь формировать если он убежден что он побеждает на выборах на игре возможно у него это чувство ну с учетом его фонобери и всего остального она его им овладела теперь что касается кандидатуру венса понимаете венс вот очень такой вычурный в этом смысле персонаж как грин вот это то есть там все определенно он столько раз высказывался по поводу украины помощи украине по поводу москвы тоже высказывался и так далее что тут не оставляет больших в общем надежд на какую-то там трансформацию этого человека ну нет такого я даже заметил на связи мелоки они сидели втроем трамп венс и карсон понимаете тоже показательно тоже все понимают кто с кем сидит тем не менее все таки венс став вице-президентом действительно self-amend man юрист ель служил пять лет в ираке понятно там биографии цветисты он еще говорят близок с сыном трампа говорят говорят да я тоже этого не исключаю но в любом случае это говорит о том что все таки он будет на вторых ролях он все таки не пойдет против шефа а принято всегда на вице-президентские кандидатские должности выбирать людей но более блеклых более не таких харизматичных не таких перспективных не таких которые могут подсидеть шефа понимаете поэтому наверное выбор венса еще и этим руководствует здесь есть некое партийное решение в том числе республиканцы конечно тоже влияют им важно чтобы команда была органической и в этом смысле выбор венса это еще и некое решение самих республиканцев в отношении компании и трампа и так далее теперь что касается можно ли увидеть в выборе этой кандидатуры способ показать трампу как он будет вести себя по отношению к войне в украине обязательно по поставкам урегулирование переговорам москве и так далее и да и нет с одной стороны да это проброс именно в эту сторону что вот смотрите я расположен мы вот так вот считаем мы вот видим это так с другой стороны там же много иллюзий он считает что он встретиться с путиным уже никто не нужен ни орбан ни сиди финансы чем мне нужно он же говорит сам я с этим встречу решу вот мне кажется что вот этот холодный душ он возникнет именно от этого встречи когда станет я что ничего ты решить не может ничего вы решить не можете это невозможно вы ничего не решить и было немножко вдохновляющий сегодняшняя встреча джонсоном вы видели джонсон же как бы известный друг украины я очень надеюсь борис на я очень надеюсь что они по крайней мере вышли оба довольны я думаю что они до чего-то там договорились и там даже какой-то мэмчик был на эту тему переговоров не будет типа давай воевать джонсон шептал на ухо трампу что-то в этом роде поэтому очень хочется верить что все таки ну вот мы ошибаемся прогнозах но какой-то сбалансированное влияние будет присутствовать и трамп не сможет сформировать администрацию своего сына который они антиукраинский настроен и венса да там конгрессмен шагрин конечно нет внутри республиканской партии внутри штаба трампа есть партийные разного рода деятели разные партийные звезды которые безусловно придерживаются диаметрально противоположной позиции на войну в украине на москву и так далее настроены истребиным образом и так далее они будут уравновешивать вот влияние таких тоже мы это на первом сроке трампа видеть мы это видели когда собственно говоря там ведь начинал с того что рекса тиллерсон назначил главой государственной департаменты он очень осторожно себя вел потом он как-то так резче повел себя значит он вообще награжден орденом почета и какими другими орденами вообще кремлем и путином он взглавил нефтяную компанию и понятно шелпом вот а сменил его помпео бывший глава цру бывший конгрессмен и так далее сенатором ему помню как сильно изменился на втором части срока четырехлетнего и риторика и действия значит трампа они стали речь это было там джавелины дали в украине там дал джавелины украине ну конечно тоже с грехом пополам что но тем не менее сам факт поэтому на самом деле здесь очень многое будет зависеть от некого от некого баланса сил если трамп станет президентом еще раз мы и оговоримся если он станет может станет может не станет демократии имеет всегда особенности какие-то сюрпризы выдавать разного рода и я допускаю вполне думаю так что мы можем увидеть разного трампа сегодня одного за другого постав 3 4 5 он такое уже много раз проделал и я глубоко убежден что и в его лице трампа и в его окружение ближайшее есть иллюзию а возможности договориться с путиным нет такой возможности говорить с путиным то что будет предлагать им путин а это фактически просто отдайте мне украину на это не может пойти 10 трампов понимаете мисс с венсом и всеми остальными не может потому что это доктринально противоречит национальным интересам сша и глобальным влиянием просто в прямую противоречит байден на дебатах 27 июня он же это четко сартикулировал он же сказал вы что думаете что если путин заполучит украину что он дальше что ли не пойдет дальше в европу ты смотри понимание то оказывается есть человек говорит ровно то что мы говорим годами что планы более далеко идущий чего бы путин играть да нет ничего кроме украины не надо это не так и поэтому такие вещи подвергаются изменениям они будут меняться когда будет очевидное отрезвление от всего это плюс последний аргумент в том что понимаете трамп ведь с путином тогда в свое время в хельсинки 16 года вот в этот период встречался когда не было войны вот что по масштабу тогда все можно было и отложить и не решать и подумать и что-то сказать такой ляпнуть потом оправдываться как он сказал что он путин доверяет больше чем российским спецслужбам насчет влияния американских спецслужбам насчет влияние на выбор в соединенных штатах америки только нет конечно какой дурак поверьте а вот драм так сказал но сейчас то ведь речь то не о каких-то там попытках влияния на выборы в сша не об этом речь он изменился даже потому что смотрите он а после покушения начал говорить что он очень благодарен спецслужбам а это пайденовские спецслужбы в том числе он понимает он понимает что со спецслужбами ссориться нет и многие другие вещи у него изменились вчера была очень такая встреча интересная с верховным комиссаром оон зеленского и он говорил что среди прочих тем да там гуманитарная поддержка украины помощь подготовки к зимнему периоду ну а мы-то знаем что у нас сейчас как бы очень большие проблемы и а все переживают и ждут чтобы зимой потому что мы видим как россия уже начала качать кроме того что у нас наверно отключение есть проблемы и для бизнеса в том числе россия начала делать ставку на внутреннюю дестабилизацию там вот я прочитал что вот эти митинги каменском и в днепре пытался организовать телеграм-канал который называется без деяльности которая админ этого канала тг-канала живет в днр якобы ну то есть оттуда там вот они пытаются уже качать всю эту ситуацию поэтому конечно там подготовка к зиме идет и коммен делается что возможно но россия это я так понимаю что будет все не только по поводу электричества по поводу всего чтобы дестабилизировать внутреннюю ситуацию в украине было бы смешно думать что в условиях войны москва не будет использовать другие политические и неполитические рычаги для того чтобы ослабить противника это очевидно это очевидно и за всем за этим безусловно стоит москва она просто убивает украинцев поэтому они раньше этим методом прибегали на сейчас это некая дополнительная опция помимо ситуации на фронте и попыток захвата все новых и новых территорий украины да конечно ведь не случайно же они бьют по инфраструктуре это ведь тоже нельзя назвать случайно это последовательное действие это начиная с 22 года сделать невыносимой жизни рядовых украинцев я не знаю правда или нет сейчас киев по три часа воду дают ну электричество точнее по три часа я думаю в разных районах по-разному но это по-разному в разных районах по-разному где-то болезни где-то менее но все равно это же сознательное действие москвы которое должно вызвать в качестве последствия ну желание уже наконец это все чтобы закончилось это очевидно а до этого сейчас качали тему том что нелегитимный зеленский они еще будут это качать но как-то так знаете уже без энтузиазма прежнего что вот двадцатого мая у него закончились полномочия ну то есть за украинский народ они хотят решить закончится в зеленской полномочии или нет украинский народ захотел то конечно никакой в зеленского продлением полномочия не было но как-то все понимают и в отрыве происходит зеленский хочет остаться власть а война бушует убил убивает людей гибнут дети в детских больницах поэтому ну как бы украинцы сами решат что им делать конечно это все схемы это все методы действия москвы конечно за этим за всем москва стоит эти разговоры про то что не надо тут руку москвы видеть что это какие-то объективные не будем называть кто-то педалирует эту тему мы слышали от него что и диктаторы коррупции значит не так воюют все это мы понимаем внутри украинского политика вот но тем менее я еще раз говорю что за всеми любыми публичными общественно значимыми действиями внутри украины стоит крем его деньги его влияние его отношения его интерес всегда в том или ином виде даже если все началось и без кремля поверьте мне кремль поэтому мы здесь мы здесь вот у нас еще мы можем помочь понимаете как это работает от листа сейчас быстренько конечно ну а как это было по-другому они на подсаживаются на любые темы которые раскачивают ситуацию она им выгодно она создает в общем брожение в умах некий хаос в умах за что мы воюем чем мы сидим в окопе а может лучше прекратить да не уж то если бы была бы возможность реально прекратить боевые действия власть в киеве как и запад к этому не прибегли но простой же вопрос эти вот удивительное дело москва заявляет о прекращении огня ну и орбан собственно с этой миссии челночной от имени москвы ездил по нескольким столицам ну хорошо прекращение огня невозможно на фронте договориться окей а что разве нельзя договориться о прекращении огня взаимных обстрелах ну понятно что дисбаланс пользу москвы будет она больше обстреливать территорию украины прекратите вы пахмадетом бить правильно а украина не будет бить по территории российских сервисов на поверхности это же легко сделать и это при том что это не уравнивает жертву и агрессора ну просто как бы заботиться о собственном населении гражданских лицах там об объектах на территории всей украины которые подвергаются обстрелам киев пошел бы на такое давайте мы вас не будем обстрелить американским нашим оружием а вы не будете нас обстреливать да для киева это более выгодная ситуация потому что москва просто уничтожает и энергоструктуру и критическую инфраструктуру и и и военные объекты и не военные объекты детские больницы их теперь строить нужно деньги людей лечить киев бы на это пошел почему москва на это не соглашается почему москва этого не предлагает нужно очевидно что они ничего и никогда делать не будут не в свою пользу никогда и ничего не будут делать в ущерб себе судя по работе их пропагандистов судя по тому как не истыствует медведев судя по тому что несет охлобыстин что украинцы это те же русские только нацисты да а такое ощущение что никто там не собирается останавливаться никто но я думаю пропаганда точно отрабатывает этот сценарий он идет с самого кремля что никто не собирается остановить что мы будем продолжать но это больше направлено на внутреннюю аудиторию тут важно это понять все-таки внутреннюю аудиторию и и мобилизует именно через вот эти дадзебау давайте воюем украинцев убиваем и так далее все не случайно выпускать таких охлобыстин надо давать себе отчет что это вот говорят нет это вот как-то он от себя так живет он знаете за свою жизнь посмотреть какие проходил стадии от гея до извините меня к патриоту и священнику но мыло не ест вот мыло не ест да как в известном произведении поэтому не надо мне рассказать про идейность этих людей все мы про не знаем вся их идейности соловьева нам расскажите какие он разные периоды проходил пропагандист либерал либеральнейший был в 90-х годах уж такой прям клейма ставить негде еще евреи еще и значит с набором там я тут друг немцова там и так далее и дошел до чего то есть не надо мы знаем им цену все это хорошо оплачивается все это значит в утилитарных целях используется но методичка этот заказ идет от самой москвы я думаю что в этом случае действительно внутренний рынок потому что не информационный для того чтобы людям внушать что несмотря вы не обращать внимание будут переговоры не будут прекращения огня мы-то там вот как говорит медведев с кем бы не договорились в какой-то момент мы разорвем все эти договоренности и опять вернемся к своей практике значит войны это для этого направлено а для запада ну орбаны направлен лавров же сегодня заявил что россия готова к переговорам по украине вопросам безопасности в европе то есть мы готовы мы готовы прийти на базар и торговаться что это означает мнение это просто дежурный тезис о том что и путин это заявлял другие мы-то готовы они не хотят но они-то как готовы чужие вы повторите в очередной раз отмените гритте санкции по качестве предварительного условия внеблоковый статус украины то есть украине просто запрещает вы исполняете решение ее конституции там есть положение очистки в нато и с отведите грит войска четырех областей то есть своих территорий просто вы возьмите отведите войска своей земли но нормально и это предварительное условие а представьте что они будут требовать на самих переговорах ну так понятно что лавровы будут повторять это все как будто бы есть некие мирные предпосылки к мирную к мирным переговорам что вот такое желание гигантское а вы снимите предварительные условия а вы прекратите огонь и украина отзовется а там глядишь и через посредников на счете переговоры зеленский ведь тоже самое говорит что мы к переговорам готовы но вот такой формат такой формат там трёхсторонний вот как это по зерновой сделке еще что-то но я вот еще раз хочу напомнить о всем этом лукасе когда в феврале-марте начались сразу переговоры в Стамбуле 22 года я вам напомню Киев и Запад много раз выходили публично с предложением давайте на период переговора прекратим военные действия прекратим огонь ну как бы люди зачем если мы уже сидим разговариваем в Стамбуле зачем Пединский Архамин все Москва даже твердо нет мы этого делать не будем мы прекращать огонь не будем вот пусть разговаривают а мы будем продолжать делать то что мы делаем и была буча в марте понимаете буча была в марте поэтому вот это лукавые значит разговоры о мире со стороны Лавровых Хриловых там и так далее это все больше такая игра это все такой маневр который необходим для того чтобы нужную себе репутацию продолжать создавать для того чтобы брожение усилилось в умах западных политиков там и так далее ну вот же близко мы же можем давайте вот и все еще один вопрос хотела с вами обсудить Марк смотрите подобно того как на ближнем востоке вот хейнлайнером является Иран для военной действительности для того что он происходит вот очень большую роль играет в том что делает Россия Китай и мне многие эксперты говорят сейчас по Китаю что Китай стоит просто уже на грани колоссального кризиса в области строительства недвижимости там уже 30 процентов там уже он начался а но еще этого обвала не было он будет мы видим что приходит трамп который вы знаете как к Китаю относится о да который да который сделает все для того чтобы падающего подтолкни да и будет ли как вы считаете Китаю до того чтобы танцевать постоянно вот этот так сказать танцы с Россией это вопрос приоритетов понимаете эти приоритеты они безусловно и конечно будут зависеть от от того насколько на трамп будет речь себя вести насколько для Китая будут нарастать эти проблемы насколько ситуация связанная с Москвой эскалации ее действий в восточной Европе в Украине будет заставлять Китай быть заинтересованным в том чтобы средство прекратить и уже сегодня не может рассчитываться с Китаем там страшные трудности с банками не хотят с ними работать боятся санкций да это раз это 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 происходит но Китай но Китай тем не менее я хочу сказать очень сильно зависит от от не только экономической конъюнктуры но и политической потому что у Китая есть цель во всяком случае у руководства во главе с Дэн Сяопином извините с Си Цзин Пином это вернуть Тайвань он хочет за все эти услуги получить хотя бы Тайвань для того чтобы Соединенные Штаты Вашингтон предложили ему Тайвань Тайвань в качестве приза за прекращение войны этого не происходит тем более это не произойдет при Трампе Трамп точно на такое не пойдет на такую вот издержку для себя да аж как будет вести себя Китай смотрите ну повторяю кризис может нарастать в Китае вообще чемпион кстати по гражданским войнам он по сей день остается два Китая я вот в Китае много раз бывал на побережье вот есть прибрежный Китай Кантон там так далее а есть Китай срединный где в общем люди живут совсем не так как живут в урбанизированных городах у побережья это противоречие оно не снимаемое оно не снимаемое потому что ну Китай слишком огромен полтора миллиарда невозможно всех одинаково обеспечить нормальным уровнем жизни это объективно и эта проблема она никуда не девается и как ее будет решать Китай ну Китай в 21 веке находится он действительно многого добился есть у них возможности без внешней помощи справиться со всеми этими кризисами понимаете поэтому да есть эти возможности потому что и то что делает Китай это это в общем при тоталитарной политической системе ну такая такая очень ограниченная экономика экономическая экономическая модель которая позволяет использовать рыночные механизмы понимаете вот что происходит собственно говоря поэтому ну на самом деле у Китая резервы есть Китай может справиться я так даю такой прогноз но приход Трампа и действия в отношении экономики целенаправленно могут подорвать конечно стабильность безусловно если бы не Трамп то все было бы ровно они же долаживают с Европой отношения там Москву как пытаются использовать так что подождем посмотрим как это будет все развиваться спасибо огромное спасибо спасибо до свидания до встречи всем всего доброго до свидания